Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. А у нас все сегодня перевернуто с ног на голову, потому что обычно личное утро начинается в девять, но мы решили сегодня начать как раз таки с этой рубрики. Утро на Болткоме. Евгений Шафранок, Олег Пеков. Звукорежиссер Родион Золотарев. Доброе утро. Сегодня у нас замечательные гости. Маргарита Лебедева. У меня к ней свое личное отношение. Мы с Маргаритой знакомы очень много лет. Мы вместе учились в университете. А, вот что? Да, поэтому я с ней буду по-небратски на «ты». Но у Риты просто какая-то фантастическая, на мой взгляд, судьба. Вот как закончился универ, да? Правда? Как закончился скучная филология, началась интересная жизнь. Поэтому мы здесь, на самом деле, по теме немножко грустно, немножко веселые. И Маргарита, на мой взгляд, вообще герой. Да, Рита сокращает головой, закатывает глаза. Нет, это правда. У Маргариты сейчас дочка, которую она удочерила сколько лет назад? Ну, три года уже. Вот, наверное, начнем вот с самого начала. Как вообще, в какой момент пришла мысль о том, что ты вообще способна на тот шаг? И, ну, все, надо делать? Ну, конечно, нельзя сказать, что такие вещи приходят в какой-то один момент, да? То есть это было какое-то взвешенное решение. Я думаю, что на обдумывание у меня это заняло года три. Но здесь, конечно, есть очень важный момент, что супруг поддержал меня сразу для него. Это мое выношенное решение было необычным. Ну, то есть неожиданно свалившимся на голову. И как-то он меня сразу поддержал, и дальше мы уже как бы шли вместе. Поэтому... Ну, я понимаю, ведь давайте дадим эту вводную. Это решение вы приняли, проживая тогда на тот момент в Канаде. Да. И это не... Ну, история еще более усложняет, я понимаю, усложняется. Потому что насколько вот этот процесс адаптации в Канаде отличается от того, который у нас происходит? Ну, совершенно верно. Отличие, конечно, разительное, потому что процесс очень сложный. И это не было усыновление внутри страны. Это было международное усыновление. То самое, о котором много говорили и здесь, и в России, и разрешать, или запрещать. То есть было очень много дискуссий на эту тему. Ну, вот так получилось, что я как раз прошла этот самый путь, живя в Канаде. Вот мы совершили такой скачок в Болгарию, где родилась наша дочка. И кроме того, что это сложный процесс, он еще очень длительный. Вот. Давай немножко, наверное, уточним для слушателей. То есть ты жила в Канаде... Сколько лет ты прожила в Канаде? В общей сложности 12. Вот с ума сойти. Казалось бы, это Газпром мечты сбываются. Вот человек уезжает в Канаду, у него семья, муж есть, есть профессия. То есть как будто бы то, о чем мечтают многие, вот уехать. А что произошло? Почему? Почему ты вернулась, Гита? Зачем? Пример реэмиграции. Я не могу сказать, что вы первые, кто задает этот вопрос. Тебе задали его еще в аэропорту. Ну, это постоянно. Мы еще и попугая привезли. То есть еще и попугая. С клеткой. Да, с клеткой совсем. Как в этом, помнишь, в фильме? Да, тушкой, чучелом, но надо возвращаться. Да, да. Тут же наоборот. Ну, как сказать? Ну, это просто... Не каждый человек может стать эмигрантом. Я бы сказала так. Я не могу пожаловаться на то, что моя жизнь в Канаде чем-то не сложилась. То есть у меня была хорошая работа, появились друзья. И там большая русскоязычная община в Торонто, наверное, в Антере, в районе 400 тысяч человек. 400 тысяч русскоговорящих. Это же практически столько же, почти, ну, чуть меньше, чем... Или ты уехала, примерно, здесь столько же примерно их. Приехала, да, там, то же самое. Есть еще один важный момент. Я, в принципе, никогда не принимала решение уезжать в Канаду. Я приняла решение выйти замуж за своего мужа, а муж у меня тоже как бы отсюда. Ну, тоже много лет там прожила. Поэтому, то есть это было просто семейное обстоятельство, по которым я должна была переехать. То есть становиться эмигрантом я как бы никогда не хотела. Я, в принципе, мне всегда очень нравилось в Латвии. То есть никогда не хотела уезжать. Просто так получилось. И я там прижилась, и все как бы было нормально. Но мы строили планы практически с самого начала, что мы вернемся. Вот. И супруг мой тоже, который прожил 40 лет в Канаде. 40. 40. 40. Тоже с удовольствием вернулся, и мы, на самом деле, очень рады. Может быть, он не очень планировал, но женщина та самая шея. Да, да, да. Нет, ну как сказать. Он поддержал меня. Я думаю, что если бы он был сильно против, то, конечно, мне пришлось бы пожертвовать какими-то своими желаниями. Да, ну как-то... Ну мы так всегда воспринимали жизнь немножко как приключения, поэтому... Чем занимаются люди в Канаде? Вот что конкретно в вашей была профессии, и чем... Чем живут там, загранили? Ну, дело в том, что, как бы, уже многие филологи знают, что чаще всего те, кто заканчивают филологию, находят применение, ну, в самых неожиданных, как бы, местах. Я много где работала. Это была обрабатывающая промышленность, да? Но мы знаем еще одного канадского филолога, который возвращался в Латвию и даже стал президентом. Да, да, Рита, у тебя были все... Есть какие-то шансы, может, почему были, может, еще есть. Вот, но на самом деле, как бы, я работала в офисе, да, в Канаде последние 7 лет в компании, которая занималась там бойлерами. В общем, совершенно что-то не связано никак ни с творчеством, ни с филологией, ни с чем. Ну, достигнув каких-то хороших успехов, да, то есть позиции какой-то, я просто поняла, что там жизнь, она очень регламентирована. Есть тип людей, которым это подходит, есть тип людей, которым это не подходит. То есть, по сути дела, если ты следуешь определенным правилам, стать успешным достаточно просто, да? То есть, ну, как просто? Конечно, все требует усилий, но тем не менее, да? Люди там находятся под властью большого количества стереотипов, да? То есть эти стереотипы, они работают действительно, что, например, самое лучшее вложение – это недвижимость. Мы, значит, начинаем работать. Чем больше и лучше работаем, тем больше и лучше у нас дом, да? То есть вот какие-то такие вещи. Выходим на пенсию, продаем дом, переезжаем в квартиру. И вот этот четкий план, который как бы у них есть. Ну, вот есть, видно, у нас, ну, не знаю, может, не у всех какой-то такой бунтарский дух. И все расписано, когда все за тебя уже решили, расписали до твоей смерти, вообще как-то это немножко пугает, да? Да, да, совершенно верно. Тут даже какое-то сравнение с Советским Союзом напрашивается, да? Что вот там через столько лет получишь машину, через столько лет получишь дом. Холодильник. Да, через столько лет купишь. Ну, то есть там просто другие вещи, как бы, ну, все то же самое. Вот. И на самом деле город большой, Торонто, шестимиллионный, да, тоже, наверное, как-то сыграла роль, потому что немножко некомфортная среда для рижанки, да? Потому что здесь у нас все гораздо более уютно. И вот это все как бы, ну, такая же рутина. И я стала думать еще о том, что, по сути дела, какая разница? Мне как бы здесь комфортнее, там менее комфортно. А делать-то я буду одно и то же. То есть с утра просыпаешься, идешь на работу, вечером с работы. А на работе-то как вот, как складываются отношения с канадскими коллегами? Какая там, ну, вот офисная? Нету этого, понаехали. Ой, нет, у них понаехали строго запрещается. Конечно, может, где-то это и существует, но на самом деле Торонто очень многонациональный город, и он уже давно не состоит из такого белого населения. Там в основном, ну, смешанное. Смешанное, скажем так, наоборот, белые англоязычные, скажем, канадцы в основном оседают где-то на периферии. Там большие у них поместья красивые, дома, все. А центр города, он такой очень динамичный. То есть в даунтаун там очень много как раз приезжих, эмигрантов, людей из Азии, из Юго-Восточной Азии. Ну, конечно, русскоязычных много. Ну, то есть, нет, в смысле вот какого-то национального вопроса, я бы сказала, это очень комфортная страна. И помогут, и подскажут, и языковые вообще. Если ты мычишь хотя бы на английском, и тебя можно понять, все нормально. А вот в коллективе-то как? Вот это вот душевные там наши всегда поздравления с именинами, с днем рождения, когда собирается весь коллектив, там, посидеть, погулять после работы, там. Я сейчас думаю, что это и была та самая причина, почему я вернулась. Конечно, нет ничего такого. То есть, во-первых, у них, опять же, идут ограничения очень серьезные, потому что, например, на рабочем месте нельзя пить ничего, ни вино, ничего. То есть, в рабочей обстановке, даже после работы. И даже если компания организует какую-то вечеринку или что-то, должны обеспечить обязательно какой-то транспорт до дома, потому что, не дай бог, если человеком что-то случится, да, можно... Какие зануды! Ужас! То есть, как они живут, непонятно, в нашем понимании. Она даже 12 лет прожила, так и не поняла. Так и не поняла. Вот, живя 12 лет в Канаде, вы с мужем принимаете решение... Ну, как мужа зовут? Михаил. Михаил. Все не будут думать, что он кому-то жен? Нет, Михаил. Нет, Михаил. Да, вот. Проживя 12 лет в Канаде, вы принимаете сразу практически два решения. И удочерить девочку, и переехать в Латвию. Или в какой последовательности это? Ну, вопрос с удочерением мы, конечно, гораздо раньше решили, да, потому что, я еще раз говорю, очень долгий и сложный процесс. Мы были... Нам очень крайне повезло. Мы это сделали за три года. Это просто какое-то везение. Три года ждали. За три года весь процесс закончился. И это считается еще рекордно короткий срок. Это рекордно короткий срок. А ты хотела удочерить из Латвии ребенка? Конечно, да. То есть идея, конечно, изначально мы хотели из Латвии. Но, к сожалению, получается так, что процесс весь там устроен... Так, идешь в агентство по усыновлению, да, они как бы лицензированы государством. Это все не просто так. Очень серьезная организация. И как бы вот выбираешь по странам. То есть из какой страны? Конечно, мы пришли с идеей, что будет ребенок из Латвии. Оказалось, что ни одно агентство Латвии не занимается. Потом, кроме, мне сказали, случаев, допустим, если родственники усыновляют. И это связано не с тем, что агентство не хотят заниматься. Это связано как бы с политикой самого государства. То есть, насколько я поняла, как бы отсюда нет какой-то системы такой, которая бы позволяла иностранцам... А несмотря на латвийское гражданство, я живу за границей, как усыновитель они меня считают иностранцем. То есть страна как бы не дает детей на усыновление. А почему вот какая-то такая странная вещь... Почему вообще возникает желание усыновить ребенка из другой страны? То есть вот не из той страны проживания. Ну, дело в том, что в Канаде практически нет свободных детей. Можно, то есть официально можно делать процесс внутри страны. Но шансы, что это быстро произойдет, очень малы. Люди ждут и по 10, и по 15 лет. Да, то есть поэтому мы просто выбирали то, что нам удобнее. Так же точно, как и со страной в результате. В результате, как бы ладно, Латвия нет. А Латвия, подожди, а у тебя муж, он гражданин Латвии? Канады. Канады. То есть у тебя муж канадец, по паспорту ты латвикой, и у тебя нет возможности удочерить ребенка, усыновить именно из-за паспорта, или потому что они работают с Канадой? Нет. Смотри, если бы я делала удочерение внутри страны, то есть в Латвии, мне бы нужно было прожить здесь полтора года. А если я живу за пределами Латвии, значит, как бы латвийское государство, я не знаю, кто-то, они считают меня уже иностранкой, да. И, видимо, ну какая-то есть, я не знаю, мне сложно сказать, может быть, политика государства или что-то, что не хотят, чтобы дети уезжали. Мне сложно сказать. Скорее всего, да. Вот, и тогда, когда стало ясно, что с Латвией не получается, вернее, ну, как бы там есть какая-то система усыновления, но мне кажется, там критерии возрастные, выше, по-моему, ну, когда-то изучала этот вопрос, состояние здоровья этих детей, другое. То есть у нас тоже были какие-то вещи, которые мы могли потянуть, когда принимали решение, которые не могли потянуть. Да, то есть, например, ну, какие-то очень серьезные болезни, сложновато все-таки, да. Вот, и поэтому у нас поиск как бы уже расширился, нам в агентстве порекомендовали вот выбрать какую-то другую страну, да. То есть, и самый удобный процесс был в Болгарии, поэтому. 6721-2939, 6721-3939, телефоны прямого эфира, номер WhatsApp 2306191, вы можете звонить, задавать свои вопросы или рассказывать какие-то свои случаи. Просто вот меня поражает, получается, значит, Канада, Латвия, Болгария и еще, значит, русский менталитет, то есть это все вот как бы сплетается. Все это живет на даче в Гарцемсе, да, я уверена, нет, в Гаруку. Вот так вот все, Гаруку и Connecting People. Да, да, не то слово. Ну, вот когда вы приняли решение, что хорошо, это будет Болгария, и вы туда полетели? Ну, для того, чтобы туда полететь, в первую очередь мы должны, как родители, подходить, ну, то есть, чтобы стать усыновителями, нужно пройти очень серьезную процедуру проверки, которая состоит из нескольких этапов. Закончить курсы молодых бойцов. В смысле, то есть ты должна пройти курс родительства? Курс родительства, да, то есть специальный, да. А как долго он длится? Ну, в принципе, там получилось, по-моему, дня четыре все вместе, двое выходных полностью мы провели вот в группе, где рассказывают. Кстати, очень полезная вещь, вот если кто-то задумывается об усыновлении, чем полезна, тем, что очень сильно погружает тебя вот в эти страхи, которые, опять же, стереотипичные, да, о том, что вот это будет не так, то будет не так, здоровье будет не такое, еще будет... То есть они просто дают всю эту информацию, да, что может пойти не так и что с этим делать более-менее. Ну, как в инструкции, что вот делаете, значит, вот это. Что самое поразительное, они умудряются, ну, опять же, канадцы, да, другой менталитет, они умудряются к этим курсам привлекать не только тех, у кого есть опыт усыновления, но и даже тех, кто своих детей оставил или передал в семью усыновителей. Они приходят и рассказывают свои истории, то есть тоже для нас вещь совершенно... А какие бы самые главные страхи были у тебя? То есть то, что не было сомнений, это понятно, потому что столько усилий прикладывать, это явно уже сомнений нет. Ну да, трехлетняя беременность. Да, да. То есть уже когда же уже, да? Да, вот это понятно, то есть вы ждете долго, вы проходите какой-то сложный процесс, процедуры, то есть очевидно, что у вас намерение достаточно серьезное. А какие фобии, страхи были, сомнения, может быть? Да вообще у меня никаких. То есть мы справимся? Да, ну как бы вообще никаких. Ну не знаю, долетать на самолетах боюсь, ну не нравится мне это. Вот ну лететь далеко в Болгарию, ну вот было страшно в аэропорту, когда... Ну уже на тот момент, конечно, радость-то она пересиливала, что встретимся и все. Ну не было. Я бы сказала, что вот вокруг, там у друзей, у членов семьи были какие-то там сомнения, все как, а что. Но меня это вообще никак не поколебало, то есть была уверена, что что-то правильно происходит. Ты помнишь эту первую встречу? Да, отлично помню. Сколько было уже на тот момент малышки? Малышке было полтора года, вот. И, конечно, никакой там романтики, они там бросились в объятия, ничего этого не было. Я просто летела с четким пониманием, что если у меня не будет никакого отторжения, то все получится. Только вот главное, чтобы не было вот, ну что явно вот увидел человека и никак. Вот. И, ну, обычный, похоже на детский сад, да, то есть у них там, в принципе, все очень прилично, врачи, все. И вот я захожу в эту комнату, сидят такие семь маленьких детишек на полу, вот. И мне так, вот третья слева, вот приблизительно так. Конечно, я ожидала чего-то другого, что будет отдельная комната, там чуть ли не красные дорожки, вот ее выведут. Нет, просто заходишь, как в детсадовскую группу, вот, говорят, третья слева. И все. А еще для порядка одели на меня маску медицинскую. Ну, и одели маску, и нянечка сажает мне ее на руки. Ребенок видит меня в маске и начинает страшно орать. Они так расстроились, они думали, ну, все, все пропало, сейчас мама сбежит. Ничего, я ее пересадила рядом, сняла маску, и как-то мы начали общение. А вот еще такой вопрос. До того, как она увидела тебя, когда ты к ней прилетела, видела ли она тебя до? То есть, может быть, они же не показывают ни фотографии, ничего этого нет. Нет, до тех пор, пока ты не подписываешь согласие на усыновление, они ничего про маму не говорят и не показывают. Но с момента, когда согласие подписано, то есть, официально, и уже идет сам процесс дальше юридический, который тоже занимает пять месяцев со всей эмиграцией, со всеми делами, вот, как бы, тогда уже показываются фотографии постоянно, потому что привозишь большой альбом, и они каждый день нянечки показывают. Поэтому на тот момент, когда я уже приехала ее забирать, она уже четко знала, кто мама, и все. То есть, она, конечно, не говорила, но было понятно. То есть, ну вот, полтора года было малышке, вот эти полтора года, она уже, ты уже стояла именно на нее в очередь, или как это происходит? То есть, она родилась, и все тебе сказали, да, вот вы хотели ребенка, вот он родился, но, к сожалению, мы не можем это сделать в течение полугода, надо подождать два. Ну, нет, нет такого, что стоишь в очереди на определенного ребенка, да, то есть, в начале, в самом начале, как бы, вернемся в агентство, когда заполняются бумаги, начинается процесс, есть форма определенная, которую ты заполняешь, и в этой форме очень четко прописано, что, на что ты готов, да, то есть, какой, в общем, какой должен быть результат, да, то есть, и, ну, например, в нашем случае это была девочка, там, до четырех лет, вот так, и без болезней неизлечимых, то есть, все, с чем можно справиться, с удовольствием, но, ну, для нас это, мы не готовы были потянуть, как бы что-то вот совсем тяжелое, да, ну, и, в общем, вот приблизительно так, и дальше ставят, в принципе, после того, как все проверки пройдены, ставят на очередь, в Болгарии, уже в самой стране нас поставили на очередь, и мы ждали, когда появится подходящий ребенок, у них есть комиссия специальная, которая решает, и вот, когда появляется у них в базе данных ребенок свободный, а, в принципе, у них такая система, полгода ребенок, они ждут возвращения мамы, полгода после этого они пытаются пристроить ребенка внутри страны, и после этого можно уже подавать на международное усыновление, и тогда ребенок попадает в базу данных, и тут смотрят раз, ага, вот у нас подходящие родители, вот у нас подходящий ребенок. Ну, вот это, скажем так, процесс, который длился до, это такая длинная-длинная беременность, у тебя, на мой взгляд, получились, вот, там, сказала одна писательница, роды наоборот, потому что ты сначала берешь взрослого ребенка и пытаешься с ним стать единым целым, а не наоборот, как обычно происходит. И вот вы привезли ее домой, я не знаю, нам нужно сделать перерыв, давайте мы сразу сделаем перерыв, а потом будем уже про процесс после говорить. Продолжается личное утро, я напомню, что гостем нашей студии Рижанка Маргарита Лебедева, мы говорим про процесс адаптации ребенка, про то, как, мы уже поговорили о том, как долго этот весь процесс длился, насколько он был сложным, сейчас начинается самое интересное, сейчас начинается уже часть эфира, где мы хотим узнать, как же произошла действительно адаптация, когда уже ребенка привезли, и чтобы, я не знаю, так как слушатели не видят им и не могут посмотреть, то есть, надо сказать, Рита такая вот, чисто такая славянская внешность, а дочка у нее, она такая бойкая, такая... Кармен. Да, она Кармен, у нее такие просто угольные глаза. Но ведь, наверное, все-таки в Болгарии то, что болгарский, русский язык, они все-таки близки, для ребенка тоже, наверное, не было такого шока, что, ну, вот он от одного языка перешел к другому. Да дело в том, что на самом деле, как и многие дети, которые живут в детдоме, для них до того, как они в семью попадают, толком вообще никакого языка не существует. Ребенок два года не говорил, и, в принципе, она их пошла-то где-то в районе двух лет, да, то есть, надо понимать, что ребенок, который живет в детдоме, у него порядочная задержка в развитии образуется. В основном, конечно, по социальным причинам, потому что, какие бы ни были хорошие нянечки, воспитатели, ребенку нужен хотя бы один главный взрослый в его жизни, который заботится конкретно о нем. Если этого не происходит, то начинаются всякие проблемы, к сожалению, да, которые потом вот нужно решать уже новым родителям. Ну, ничего такого критичного, но просто это надо понимать, да, то есть, ребенок два года, который живет в семье, и ребенок, которого забрали в два года из детдома, это две большие разницы. Как принял ребенка попугай? Вообще, была страшная ревность, но не сразу. Сначала присматривалась, а потом начала воровать игрушки. Причем у кого? Попугай у ребенка, игрушки и еду, две вещи, которые, да, надо было срочно. Ну что, вот лежит там какая-то большая деревянная игрушка, в два раза больше, чем попугай, да, попугай на нее садится и пытается вместе с ней взлететь к себе на клетку. То есть, она пыталась забрать все блага к себе. И до сих пор подворовывает. Но она уже смирилась как-то, и потом они делят пространство. То есть, ребенок на земле, а попугай как бы воздушное пространство сверху. Поэтому им как-то полегче. Сверо влияние. Сверо влияние. Ну вот, какие проблемы, может быть, с которыми это столкнулось, и ты не ожидала что-нибудь? То есть, может быть, не столько не была готова, сколько для тебя это стало таким сюрпризом, не факт, что приятным? Ну, как сказать? Я говорю, что очень помогли эти курсы, подготовили сильно, да, то есть, ко всем этим вещам. Понятно, что когда мы получили анкету, самый, пожалуй, сложный момент был, когда мы только получили анкету. Потому что, ну, конечно, у меня дрожали руки. Это обычный офисный день. Вот сидишь, вдруг тебе звонят из агентства и говорят, вот, да, пришла анкета. И анкета пришла с фотографией. Тут я дрожащими руками открыла, увидела эти самые глаза угольные, все, влюбилась. А дальше под анкетой идет как бы перечень медицинских диагнозов, да, то есть, которые... И опять же, у меня уже была какая-то, видимо, ну, внутри уверенность, что как бы все идет правильно. Поэтому я не могу сказать, что я сильно, сильно переживала. А вот мое окружение, все близкие люди, они, конечно, достаточно сильно переживали и начались консультации с разными врачами там. Мы начали звонить каким-то знакомым, всем, кто по медицине, кто чего скажет. Появилась куча мнений, я сказала, все, хватит, едем, давайте поедем. Муж говорит, да, точно, давай-ка мы съездим и посмотрим вообще, что там и как. Вот. Но оказалось, ну, когда уже влюбляешься, конечно, ну, как сказать, дело в том, что если бы, наверное, мне было с кем сравнивать, у меня были бы, допустим, свои биологические дети, наверное, я бы что-то нашла, разницу какую-то, может быть, в развитии, еще в чем-то. А когда такого опыта нет и все в новинку, этот ребенок как бы единственный и уникальный, то какие-то вещи, ну, с кем мне сравнивать, насколько быстро она где-то развивается, насколько не быстро. Как по форуму, я же матерей, там все подробно будет рассказано. Честно, у меня немножко, как я такой, может быть, я в этом смысле такая, может быть, неправильная мама, я небольшой любитель вообще вот участвовать, вариться в этом, да, то есть. А нет ли каких-то, например, форумов, которые как раз-таки создают родители, которые усыновили детей и вот там вот делятся своими какими-то историями? Да, конечно, есть, что-то я перечитала и пересмотрела кучу историй про усыновление, у кого какие были страхи, кто что, но на самом деле, ну, не панацея, никто тебе не даст четкой картины, что будет, да, ну, из таких каких-то сложностей, с которыми мы столкнулись, понятно, что задержка в развитии, она ставится почти всем детдомовцам, то есть ребенок, конечно, объективно отстает от своих сверстников, да, то есть это, ну, это нормально, потому что два года ребенок, в принципе, существовал немножко, ну, как, без, мир не проявлял к нему большого интереса и не стимулировал никак на развитие, А сколько вот времени сейчас, вот, например, специалисты говорят, а сколько времени нужно для того, чтобы она выровнялась, да, вот это развитие с ее сверстниками? На самом деле, это очень индивидуально, некоторые дети выравниваются очень быстро, у некоторых, допустим, есть процесс какой-то депривации, который всю жизнь длится, то есть они, например, вообще не могут, ну, как бы вот, близкие отношения поддерживать со своими родителями, нам в этом смысле очень повезло, потому что ребенок сразу все понял, где мама, но папу мы, правда, признали неделю через две, потому что мы... А тебя? То есть когда он первый раз, когда она сказала первый раз, мама? Через две недели после, ну, это получается через четыре недели, как мы ее забрали, опять в этом самом гарупе, мы ее привезли сначала не в Торонто, а сюда, и мы с ней гуляем так по лесной дороге, и все, и ребенок выдал мама. Ну, тут, конечно, я расплакалась, это был, конечно, такой момент очень... На каком языке? Ну, на русском, она, видимо, почти не слышала даже речь, да, то есть болгарскую, то есть насколько вообще у нее что-то оттуда было, мне сложно сказать, потому что она не разговаривала. Вот. И вот так было со мной, а с папой была проблема, потому что она вообще не понимала, для чего он нужен. То есть она до этого видела женщин, да, то есть там на весь этот детдом был один... Я, который и мама не понимает, зачем ей нужно. Был один доктор, ну, то есть мужчина, все остальное были женщины средних лет, как у нас в детсадах и везде. И то есть когда появляется какая-то еще фигура, которая памперсы не меняет, не кормит. Зачем он вообще-то... Зачем мы его кормим, да, как анекдотик? Да, недели через две стало ясно, потому что мы жили как раз, ну, на море здесь отдыхали, все. Папа стал водить нас на море, там на плечах, и все носить. И там он, значит, ее раскачивал, и на качелях он ее катал, и гулять они ходили, и тогда ребенок понял, что в принципе... Увидел пользу. Увидел пользу, да. И как бы все. Хотя, конечно, мы в первый момент переживали. Я думала, что вот сейчас она ко мне привяжется, а с папой как бы может... Ну, это может недели... Контакта не выйти. Не выйти. Вышло, все, все она поняла. Вот момент с депривацией у нас вообще отсутствовал. Я говорю, что основная часть наших проблем связана с тем, что нам надо очень много работать и заниматься со специалистами, то есть логопеды, дефектологи, мантессори, вот это все, да. И, конечно, мы как, ну, молодые родители, потому что опыт первый, да, мы, конечно, какие-то тоже, наверное, ошибки, не ошибки, но что-то мы понимаем, моменты неизвестно, что и как делать правильно. То есть ты пробуешь первый раз и где-то, мне кажется, может, я здесь опоздала, тут нужно было заниматься больше. С другой стороны, мы здоровьем занимались очень много, диагнозы снялись. Это, кстати, очень-очень распространенная история, когда детей оттуда забирают, начинают сниматься физически вот эти все вещи, которых мы боялись, то есть слава богу вообще. Слушай, ну у вас такая большая разница в менталитете, потому что ты по природе такая открытая, доброжелательная, добродушная, а малышка у тебя история вообще другая, да? Это вот просто, это просто такая идея, мама дорогая. Ну, на самом деле, она, у нее море обаяния, она, кстати, очень, но это, наверное, не менталитет, скорее характер. Про менталитет могу сказать, что она, конечно, огонь, да? То есть это понятно. Ребенок южный, она не сидит на месте. У нас, конечно, мы не очень любим там концентрироваться, нам больше нравится там плясать, там скакать, там вот такое, да? Но, по сути, наверное, в этом даже и плюс, потому что, как бы, наверное, мы как-то, надеюсь, дополняем друг друга. То есть, наверное, не обязательно, чтобы дети были так уж похожи. И в семье часто бывает, что дети не похожи на родину. Синдром Анджелины Джоли. Вот можно ли предположить, что будет там еще? Да, да, еще в шесть. Не знаю, как насчет Джоли. Вот. Но у нас... Нет, ну, в смысле, набрать еще? Да, да, да. Ну, то есть у нас сейчас, по-моему, собирается очередного ребенка. Ты же уже в Латвии живешь. Да, нет, конечно, идея такая возникала. То есть, если говорить, могу ли я это повторить, да, сто процентов. Единственное, что, конечно, хотелось бы как-то создать условия, потому что мы еще только полтора года здесь. Все-таки мы там и снимаем, и еще как бы я немножко так ищу себя. То есть, ну, вот... То есть вы сами еще адаптируетесь на месте, поэтому просто слишком много сил бы. Да, и потом, скажем так, мне, конечно, адаптироваться проще. У меня вообще ощущений, что этих 12 лет не было. Все вокруг практически, кто не уехал, все занимаются почти тем же самым, поэтому... Как вторая молодость. Это немножко пугает, да? Что за 12 лет ничего не изменилось. Ой, нет, я в такой кайф. На самом деле для меня вот это вот чувство дома. Что вот, ну, вот я приехала, и все мои... Все как вот было, вот оно более-менее так и есть. И вот, ну, приятно. Для меня приятно. Вот. Муж мой, конечно, ну, как? 40 лет человек не был, да? Нет, ну, он же приезжал. Я понимаю, что вы уже в Риге как раз познакомились. Да, ну, редко. В гости, в гости, да. Ну, какие-то вещи, ну, представляете, человек вот в 77-м году, да, или в 78-м он уехал. Ну, у него даже название улиц, еще что-то, да, все время проскакивает, да, старое. То есть как бы город тот же, а наполнение совсем другое. Конечно, для него немножко, ну, сложнее адаптировать. Но нравится. Нравится очень все равно. А как, например, вот связь между дочкой и мужем происходила, да? То есть, понятное дело, что она его признала как папу, но какие у них сейчас отношения? То есть, насколько он к ней тепло относится, или он там побаивается еще? Ну, тут я могу публично поблагодарить моего мужа. Он у меня совершенно замечательный. Он у меня... Ну, нет слов. Потому что он создал для ребенка такую любовь и такое вообще и понимание, и все. Ну, конечно, у этого есть некоторые последствия, что ребенок абсолютно вертит, папой крутит как хочет. Это есть такой момент. И скачет, и все. И если мама ругается, то папа добрый, да? То есть, мы там прячемся за папу. Ну, вообще, как сказать? Ну, нету разницы. Ну, вот тут уже как-то так... Мне кажется, человек просто должен быть к этому готов. То есть, когда уже принимаешь решение, что да, это вот так вот получится, вот оно, это усыновление произойдет. Как я, так и он. Мы просто приняли это решение, и ты как бы уже любишь гипотетически ребенка, который появится. Ну, так же, наверное, как беременная мама, да, в будущее. Она же тоже уже любит. Она же не знает, кто у нее появится и как он будет выглядеть. Ну, вот, кстати, наверное, ведь один из самых распространенных страхов, вот, связанный с усыновлением детей, он являет... Ну, это то, что ты не знаешь, ну, вот, кто это будет? Ну, то есть, вот какой характер, какой его... Ну, то есть, вот это все прошлое, бэкграунд. А биологический ребенок? Ну, тут вроде бы там бабушки, дедушки, ты можешь предполагать, вот... Ты можешь думать, вот он будет умный, как папа, а красивый, как я. Обычно получается наоборот. Ну, хоть какая-то гипотеза есть. А здесь все-таки это правда такое вот ныряешь, что ты неизвестно. Ну, я понимаю, что это наверняка ведь страх, вот один из самых больших страхов. Сейчас Лита узнает, что она не того боялась и вообще... Да нет, ну, смотря как воспринимать. Я еще раз говорю, есть люди, может быть, более материалистичные, для которых вот это кровь, гены, чтобы глаза были такие же, еще что-то, это важно, да? А у меня наоборот. Я когда ее увидела, такая красота, боже мой, я думаю, господи, такая орхидея. А уже когда мы ее сюда притащили вообще, здесь уже, я думаю, там все дачные кавалеры еще лет 10 и все. А она внешне поменялась? Вот обычно, когда ребенок хотя бы даже 2 года живет в детском доме, а потом забирают родители, это все-таки разные дети. Меняется взгляд, меняется внешний вид, меняется поведение. Как она у вас поменялась? Конечно, все очень сильно поменялось. Ну, безусловно, то есть проблема в чем? Вот это отсутствие внимания. Самая главная проблема в детском доме, это даже не то, что там еда плохая или что-то, они сейчас там обеспечены все. Я думаю, что здесь то же самое. И не знаю, может, какие-то европейские фонды им помогают. Все выглядит очень красиво. Но ребенка стимулирует на развитие вот этот так называемый важный взрослый. Это может быть мама, папа, а еще лучше, если вся семья. Если этого не происходит, начинаются не только отклонения в развитии как бы там ментальном, отставания и все. Физически тоже. Все эти диагнозы и все. Как я уже сказала, физически диагнозы отвалились все. То есть это была первая перемена, которая меня поразила. Вроде ничего не делали. А были какие-то диагнозы, которые тебя пугали? Да, конечно. Да, были серьезные диагнозы у нас очень. Ну, в первую очередь, конечно, с сердцем связано было. Ну, вот как бы были. Ну, как бы, опять же, не было ничего неизлечимого, но нам грозила какая-то там операция, еще что-то. И мы, конечно, наблюдались очень серьезно, мы все это проверяли. И в результате, как бы, слава богу. Сейчас она у тебя ходит в детский сад? Ходит в детский сад, да. Как, насколько она легко туда пошла, и как к ней отнеслись воспитатели? И знают ли они вообще? Ну, сейчас уже, наверное, узнают. Нет, я знаю. Нет, на самом деле, мы очень открыты в этом отношении, да. То есть мы не скрываем. Я по одной причине, не потому что, как бы, прям хочется всему свету рассказывать, ну, как бы, просто я поняла, что, как бы, может быть, для кого-то мой рассказ поможет принять какое-то решение. Да, то есть какие-то страхи откинуть и все. Я не могу сказать, что нам легко, да. Конечно, безусловно, так как у нее проблемы с речью, да, в силу вот этих обстоятельств, да, понятно, что мы иногда недопонимаем, мы иногда злимся, мы иногда, ну, то есть вот эти вещи, да, это то, что нам, скажем, в садике мешает. Но, по сути дела, она-то с удовольствием ходит в садик, но вот воспитателям с ней нелегко, да, то есть с таким характером. Но, опять же, мы не знаем, то есть, может быть, это связано с характером, может быть, это связано с тем, что вот речь, как бы, опаздывает, но, как бы, есть разные мнения. Но я думаю, что мы это преодолеем в какой-то момент. Я все время думаю, господи, ну что, она в 20 лет будет, что ли, так картавить, или кто-то ее там что-то не поймет. А даже если будет, немного красирующая девушка. Ну, с такими глазами все простят. С такими глазами и простят все. Вот сейчас вы ее взяли, когда ей было полтора года. Два года. Два года взяли, да. Как вы будете, будете вы ей потом говорить, что она неродная дочь? Не будете. То есть вам предстоит этот разговор? Ну, мы ваше видео поставим, которое вы сегодня снимаете. Пусть смотрит. Прекрасно, да? Дочкой тебе 18 лет, мы должны тебе кое-что сказать. Нет, конечно, не 18. Конечно, не 18. Я думаю, что раньше, как только она будет готова к какому-то такому разговору, я просто начну готовить. Потом мне тоже кажется, что сейчас мир очень сильно меняется, да, и здесь в том числе, и отношение вообще ко всей этой истории очень сильно меняется. И поэтому я думаю, что этот разговор и вообще вся эта история будет проще, чем, скажем, лет 20-30. Ну, да, потому что раньше, по-моему, это всегда была какая-то семейная тайна, и там любимый был сюжет, я не знаю, там, каких-то романов, что вот ты там, я должен... А потом находится, да, родной папа с такой же родинкой на запястье. Да, да. Но, да, кстати, а по поводу родителей, которые, я так понимаю, живы, они не могут претендовать потом? Нет. Когда происходит процесс установления, я думаю, что здесь это то же самое. Это же, в принципе, все идет через суд, в том числе и в Болгарии. То есть есть судебное заседание, на котором выносятся определенные решения, где говорится, что как бы вот все, с этого момента ребенок прекращает, как бы свои, ну, то есть права юридические родителей, да, которые прекращаются, начинаются права нового родителя, да. То есть меняются абсолютно все документы, ребенок становится частью семьи. Единственное, что, конечно, в нашей ситуации, так как это все-таки какой-то там ГАГский процесс, и все остальное, там очень все сложно, мы еще два года были под надзором социальных работников. Они к вам приходили, смотрели? Да, да. То есть вот когда рассказывают... Ну, уже здесь, Влад? Нет, нет. В Канаде. Да, потому что мы, получается, что после усыновления мы еще два года как раз прожили в Канаде. Вот. И в это время еще было у нас четыре проверки, когда приходил социальный работник, смотрел, и они отправляют отчеты в Болгарию, да, то есть... А что они смотрят? Вот условия проживания, как вы общаетесь? Ну, вы же можете... Ну, по идее, любой взрослый, зная, что придет проверка из социальной службы, помыть посуду, помыть галстук, и вот. Ну, как мы помним, Боже мой, в Отверженных, когда, ну, вот эти... Тренадье вот этим пытаются показать, что вот как они заботятся об этой бедной казете, а на самом деле она там... У них патчерится, ну, что вот они ее там шпуняют. Ну, то есть вот... Ну, Элита не такая. Да, да, нет. Ну, как не такая? У нас посуду тоже помыло, конечно. Молодые полы помыло, и попугай убрала там подальше. К соседям. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира, у нас осталась буквально одна минута, поэтому, наверное, слово Рити главный совет, который ты можешь дать тем, кто действительно вот думает. Браться за это, решаться. Если думаете, не надо решаться. Надо решаться тогда, когда уже другого выхода нет. Вот чувствуешь, что это как бы сердечная необходимость, и по-другому нельзя. Только в этом случае. Вот я думаю так. Спасибо большое. У нас в эфире была Маргарита Лебедева, Евгения Шафранок, Олег Пек.